Помыть окна, вскопать клумбу, убрать сухие ветки. Дел в каждом частном доме всегда достаточно. А вот сил, чтобы привести Фазенду в порядок, хватает мил всех. На помощь Маргарите Александровне, ветерану Великой Отечественной, пришли ребята из организации «Волонтеры Победы». Вместе юноши и девушки быстро справились с работой, которой пенсионерке уже не под силу. Вот сейчас мы с ребятами очищаем двор от досок, потому что очень много лишних предметов находится на участке. Из-за того, что за ним по понятным причинам никто давно уже не ухаживает, человек живет один. И нужно привести хотя бы в порядок, чтобы приятно было посмотреть на участок. Все домашние хлопоты на ее плечах. Как сама говорит, добрых людей хватает. Время от времени навещают, помогают по дому. Во дворе дел не в проворот. Ребят попросила разобрать и выбросить старые полузгнившие доски, собрать мелкий мусор с земли и перекопать грядку. Мы посещаем ветеранов почти каждую неделю. Больше пяти обычно это бывает. Предлагаем им свою помощь. Они на некоторые нам звонят сами, спрашивают. Потому что одним сидеть дома им все равно скучно. У многих уже нет родственников. И некоторые в силу своих возможностей же сами не могут выйти на улицу. Мы приходим, общаемся с ними. Помогаем по дому. Помогают волонтеры Победы не только делом, но и словом. Многим ветеранам нужно не столько навести порядок в доме, сколько поговорить по душам. Узнать, как сейчас живет молодежь. Поделиться опытом да спеть пару фронтовых песен. Ребята попросили рассказать любимое стихотворение Маргариты Александровны. Ночь тиха. Пусти не мнение Богу. И звезда звездой говорит. В небесах тот же стены и чудно. Спит земля вся не голубым. Что же мне так больно и так трудно. Жду чего. Жалели о чем. Уж не ждут жизни ничего я. Перед уходом волонтеры пообещали, что вскоре снова навестят. Помогут по хозяйству. Работы во дворе, как и истории от Маргариты Александровны, хватит еще не на один визит.